До конца июля пенсии и пособии можно оформить дистанционно. Сотрудники Пенсионного фонда России продлили такой формат, пока эпидемиологическая ситуация не улучшится. Сейчас большинство выплат можно оформить на сайтах Пенсионного фонда и Госуслуг. Однако некоторые пособия продлевают автоматически. Гражданам, которые живут в северных регионах, до конца месяца не нужно подавать заявление о назначении повышенной пенсии. Специалисты сами получат нужную информацию. Кроме того, теперь заявление о назначении пенсии можно лично не подавать. Заявительный характер носит эта услуга государственная по назначению пенсии. Но всегда нужно было подать это заявление. Сейчас, если человеком проведены уже заблаговременные мероприятия по уточнению его стажа, его лицевой счет дополнен всем необходимым, он нам оставляет свое заявление о том, что он согласен назначить пенсию под данным лицевого счета. И тогда, при наступлении возраста, мы ему опять же звоним по телефону, он дистанционно подает заявление, либо подтверждает, что я согласен, вот то заявление, которое было подано. Мы опираемся на то заявление и устанавливаем под данным лицевого счета размер пенсии. Также до 1 октября семьи, которые получают выплаты из средств материнского капитала в пенсионный фонд, могут не обращаться. Все продлевают автоматически. По словам сотрудников ПФР, такой формат упрощает порядок получения государственных услуг. Кроме того, доля дистанционных обращений достигает 70%. Тем не менее, если человек не может оформить услугу дистанционно, записаться в пенсионный фонд можно на личный прием.